Неужели в интернете? Ну, не на улице же сейчас знакомиться. И ты рискнула встретиться в реале? Ну, Полина, кто бы мог подумать, что ты способна на такое. Ну, и как это было? Ну, как у всех, наверное, посидели в кафе, много говорили. Потом виделись еще пару раз. Один раз гуляли в парке. В следующий раз... Катались на его машине по городу. Скучновато? Так откуда медведь-то? Он подарил? Ну, чем все закончилось? Как женат? Яна! Женат, значит? Статистически ничего странного в этом, конечно, нет. Яна, ты машину разбила? Свершившийся факт. Ну, так, значит, женат и? А, ну, позже уверял, что хотел признаться на первой же встрече, но не решился. Одной радует, оказался честным, сделал это до постели. Остались еще настоящие мужчины. Ты думаешь? Ну, смотри-ка. У нас, кажется, бить идут. Вот. Этот точно ничего бы не сказал. Так и катал бы тебя на своем Мерседесе и убеждал, что ты его единственная. Но строго до 17 на нем. Ты посмотри на него. Типичный образ завиданного жениха для многих жаждущих девушек нашего города. А в сущности своей настоящая обезьяна. О, смотри. Слышь, скажи им, опаздываю я. У меня тут сучка одна въехала. Блондинка, дура. Понятно, чем заработала. Только плохо, видимо, дала. Всего лишь на какую-то бэху. Слушай, Ян, я так на работу опоздаю. Может, мне такси взять? Ведь тебе еще страховой заполнять? Ничего, я сейчас все уладим. Все еще учимся водить? Ты вообще смотришь, куда-нибудь, когда едешь? Новую тачку мне искорежило. Коза. Вы не знаете, откуда у второго участника нашего дорожно-транспортного происшествия такой богатый лексикон? Что? Понятно. Кстати, всегда теряюсь, как к вам обращаться? Гражданин, товарищ, господин. Простите, младший лейтенант дивиденд. Так вот, младший лейтенант. Я двигалась по главной дороге со скоростью 52 км в час. Водитель транспортного средства, ух ты, 007, решил пренебречь знаком, предписывающим уступить дорогу, мотивируясь, скорее всего, таинственной магией своего номерного знака. Я начала торможение сразу же, как только его автомобиль оказался в поле моего зрения в 30 метрах от столкновения. Мой автомобиль в данной комплектации весит 1360 килограмм, плюс две стройные девушки идеальной комплекции. Это еще 100 килограмм. Итого 1460 килограмм, движущиеся на скорости 52 км в час. При коэффициенте сцепления с дорогой, при сухом асфальте 0,7, тормозной путь составляет 36 метров. Запечатлеть, пожалуйста. Как показывают мои расчеты, столкновение было не избежать. И причиной там явились неправомерные действия водителя Мерседеса. Я бы с удовольствием помогла вам с заполнением, но у нас там настоящее ЧП. Моя подруга только что выяснила, что ее молодой человек женат. Вот вы, например. Вы женаты? Я? Да, вы. Ну, в общем, недавно совсем, ну... Простите, это не имеет отношения к делу. Как и следовало ожидать. В формулировке ответа первые два слова не определенные формы. кто говорит о том, что даже будучи молодоженом, вы боитесь признаться симпатичной девушке, что вы женаты. Ну? А с вами вообще все понятно? Все мужчины негодяи. Просто один-то идет. Но вы, дорогой мой, 0,07, в эту категорию не входите. Что ты им такого сказала? Правду. Что твой жених поматросину тебя и бросил, вдобавок еще оказался женат. В следствии чего у них проснуло генетически заложенное чувство вины. Как ни крути, всех у них рельется в пушку. Но Рома меня не бросал. Это я скорее решила, что только Москва могла породить такого монстра, как ты. Кандидат наук, маскирующаяся под порно-звезду. Еще двоих заиками оставил. Нет, ты хотя бы очки носила бы для приличия. Я решила посвятить свою жизнь борьбе со стереотипами. Порошок, блеск, красота. Ваш друг навсегда. Нет. Плеск, красота, порошок. Слушай, ничего не могу придумать по Golden Woman. А что за продукт? Ну как, Golden Woman, колготки. Колготки. Golden Woman. Путь к совершенству еще никогда не был таким гладким. И ты предпочитаешь карандаш и бумагу этому чуду техники на твоем столе? Привет, Жора. Здравствуй. В напечатанном виде любой бред выглядит сносно, а начни его писать на бумаге, понимаешь? Субстанции нет. Ну, почти как с вашим братом. Субстанции... Жора, вот как вы могли утвердить эту концепцию? В названии бренда... Оля, в нашей жизни будет еще много звучных брендов. Ты лучше мне скажи, ну, когда ты мне уже наконец отдашься? Боюсь увидеть тебя без шапочки, Жора, но будет слишком большим потрясением для меня. О, кажется, босс идет. Сия красотка. Йоу! Угу, угу. Полина, а на чем ты работаешь? А, пока мы впоследствии присутствие зада нашего юного гения на моей столе. У меня для тебя срочное задание. Мне нужно, чтобы ты поехала в магазин Икея и выбрала нам диван и два кресла. Костя, мне нужно к завтрашней встрече придумать шесть вариантов слоганов для... Не останавливай процесс. Более того, пару гениальненьких придумаешь именно метро. Но... Полина, ты меня не слышишь? Мне больше некого послать. Все остальные у меня творцы. А ты скоро ходишь в отпуск. Да, вот еще Полита должна гармонировать с пастельными тонами нашего логотипа. Ну, я пошла? Иди. 3 ноября 2016 года в театре «Золотое кольцо» город Москва состоится большой концерт-презентация нового альбома группы «Рождество» «Ты знаешь, так хочется жить». Заказывай билеты у наших друзей. Под синим небом дома и люди Бегут, бегут, читая символы и знаки Найду я города шумного и знаку И голос чей меня разбудит Один черный кожаный диван «Карлстадт» и два белых кресла «Карлстадт». Так? Да, все верно. А доставку у вас... А доставку вы можете оформить внизу. Держите. Да, да, спасибо. Да, да, спасибо. Простите, девушка, а у вас не будет карандаша? Да, конечно. Вот, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. О, господи, девушка, вы что? Алло, Полина, меня слышно? Привет, да? Ты заказала нам мебель? Сейчас, секунду. Да, привет. Я бегала весь в магазин, нету этих... Значит, нету. Ну, как их? Что ты там мямлишь? Пастельных цветов. Что ты не можешь? Как это, нету? А может, и дальтоник, Полина? Кто дальтоник? Ты дальтоник. Я дальтоник? Такое вполне, может быть, ты же копирайтер. Придется послать Жору, он все-таки художник, как-никак и разберется. Ладно, отбой тогда. Хорошо тебе отдохнуть, куда там улетаешь, пока. А, теперь у меня два мебелька! Смотри, Ром. Да, хороший. Точно такой же, как ты, Стасик. Младший, давай, потом уже. Пойдем, девушка, так ничего не найдем. Ну, ну что, старец, бери Стасик, пошли. Порошок в лес, красота. Олечка, ты там? Да, мам, привет. Я тебя не вижу. Ой, я совсем не успеваю. У Маркуса завтра концерт в Вене, а я до сих пор не решила, что я войдет с собой. Я не хочу обсуждать ваши планы с Марксом, ну, ты же знаешь это. Как будто бы тебе в Москве ухажеров не хватало. Была бы сейчас здесь, а не в каком-то там скучном, в Люксембурге. У тебя что-то случилось? Наверное, опять на какого-то болвана выглядела? Ты уже решила, куда поедешь? Вот. Ну, я собиралась лететь в Таиланд с одним, но не лечу. Это очень кстати. Нужно, чтобы ты съездила к бабушке. В деревню к бабе Кате? Она заказала себе гроб. Его уже доставили. Поленька, надо съездить. Вдруг там на самом деле что? Мы же не можем ее одну оставить. Ну, конечно, не можем. Все, Понечка, я побежала. Пока. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ой, простите, простите, это я не вам. Целый месяц все было так замечательно. Вот сейчас мы должны были лететь в Таиланд. А вместо этого я лечу на деревню к бабушке. Оренбургская область, Бузулукский район, села под колки. Вот такой у меня роман с Романом получился. Оренбургская область, бузулук, бузулук, бузулук. Бузулук, 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 бузулук. Бузулук, 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 бузулук. Спасибо вам. Да мне-то за что. Два раза на тормоз налетаю. Спасибо. Давай. 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 КОНЕЦ 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 Ты что-то на порубку поставила, а? О, Господи, напугалась. Это кто? Ой, Туленька. Ну, добралась-таки. На сегодня ты помнишь меня? Ты что, в углу-то сеешь? Ты плачешь, что ли? А-а-а, это, что ли? Ой, да заснул, наверное. Баб-катя. Просыпайся. Баб-кать, просыпайся давай! Ты чего орешь-то, как полоумная? Ой, да чего противная девка. Он внучку свою до смерти напугал. Я что-то сознание не потеряла. У меня прям даже ноги подкосились. Боська, ты что? Я. Ну-ка, давай-ка, помоги мне вылезти из головы, а то я одна не смогу. Я что, заснула, что ли? Вот это вот, не ради его ждала, когда меня вытащить, так разве даже ли ты? А-а-а, ну, зачем ты? А ты чего такая испуганная? Ты чего? Да как же не испугаться, баб-кать? Ты откуда этот гроб-то достала? Зачем ты в него залезла? Что, привет, Поленька? Ой, здравствуйте, Тетлит. Как вы? Баб-кать, так я сначала рубах в краю? Гроб в дом притащила. А это вот, Света Петровна, соседка моя. На смех всей деревни. Не шусь ей, Сонька, не твоего ума дело. Сама полезай, черная. Одни черные не криться. Да ну тебя, ей-богу, все не как у людей. Баб-кать, ты зачем родню-то позвала? Не стыдно тебе родную внучку глупостями своими пугать? Ой, Делитка, тесно мне. Слон, а не баба. Вот тебе, пожалуйста. Вообще никакого сладу с твоей бабой Кати нет. А то, Шурка, ей потакаешь. Что ей потакают-то? Все бы вон так готовились. Ведь ни души родной рядом нет, но все одни-одинешеньки. Баб-кать, говори, чего делать-то, чем помочь? Да отдохни с дороги. Ты так уж помогла. Приехала прямо к самой репетиции. Так, не поняла. Какой такой репетиции? Панихиду устроим. Хочу людей пригласить, послушать, как меня плакивать будете. Баб-кать, а хочешь, я пригласительное сделаю? Фотографию твою поставим, а я текст прикольно придумаю. Распечатаем на принтере. Ну, это я так, как идею. Я пойду в сад. Пригласительное. Это интересно. Текст фильма. Текст фильма. Ну что ты тоже за мной ходишь, а? Ай, еще и глупату. От кого ты там все бегаешь? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Какие поминки? Что с бабушкой Катей? Полина, как баба Катя? Она что, на самом деле гроб заказала? И ко мне в туалет стучится Майкл Беркли? Какой Майкл Беркли? Актер? Полин, ты в своем уме? Ты о чем говоришь? Мам, я тебе потом перезвоню. Я не могу ее сейчас. Какие поминки? Что у вас там происходит? Мам, я тебе потом перезвоню. Мам, я тебе потом перезвоню. Вы та девушка, которая проливала слезы вверх порту. Это вы? Проливала слезы? А, да, это я. Ой, вы говорите по-русски? Да, я Говаров Немнюков. Меня зовут Майкл. Я там пряталась от гуся. Всего лишь. Полина. Полина. Очень приятно. Я еще не могу уйти в другое место. Послушайте, я вас к туалету не звала. Вы сами ко мне полезли. Вернее, вежливо постучались. Я не знаю, зачем нужно стучаться, если совершенно очевидно, что туалет занят. Вы Майкл Беркли? Тот самый Майкл Беркли, который известный актер Майкл Беркли, который непобедимый, святая троица, не те пацаны. И что? Джим и Лесли. Да, Джим и Лесли. Это было давно. А что такое пацаны? А, любимое слово российских прокачек. Это все не важно. Важно то, что вас здесь не должно быть. Ну, вернее, не может. Я... У меня там бабушка. А тут вы... Ай... Элочка, вот ты где! А я иду из бани. Смотрю, какой ты красавец мужчина. Мое крыльцо обтирает. Топчется, что неродной. These sweet ladies gave me this, but I have no idea what they're saying. Я так и подумала, Полиночкин, небось, ухажер не вынес разлуки. Ну, я его в дом пригласила. Только он это... Ни бани-ми, ни кукареку. Не шо, ты все иностранца отхватила. Как мамка твоя. Да какого иностранца-то, баб Кать? Ты что? Я сама пытаюсь понять. Здрасте. Ой, Валенька. Не успела появиться, уже весь дом мужиками кишит. Шиш ты. Что ты несешь? Полиночка. А вот этот вот мужчина, он тоже к тебе, да? Я это... Мне надо переодеться. Не успел помереть, а гости так и лезут. Прошу, великодушно, простить за... Переводчик, наверное. Да ищу Екатерина Семеновну. Кого? А кто это? У нас вроде таких нет. Ну как-то нет. Была у нас Семеновна. Еще все к батюшке бегала грехи отмаливать. А грехов за ней, как говорится. Это ты, Альфеевкина... What's with the coffin? It gives me the creeps. I hate coffins. Мамка, а ты-то у нас как получится? Dead people? Lying. What are they talking about? We're really not sure. Бред какой-то, Майкл Беркли. Так. Говорю я тебе, Екатерина, остепенись уже. Вон, гроб себе заказала. А все тебя Катькой кличу. Свое отчество забыла. Значит, вы, Екатерина Семеновна. Ну, у вас другой в деревне нет, значит, я... Очень приятно. Меня зовут Майкл. Как? Ну, это Михаил по-нашему бабкать. Миша, нет. Икона есть наша. Миша. Ну, что ж ты у Полинкиного хахали денег-то не попросишь, ну? Ведь он все-таки иностранец. Да и без пяти минут ранее. Ну, не откажешь же. Ну, куда ты в таких штанах? Ты ж срам один. Дыра на дыре дырой погоняет. А ну-ка, давай, снимай. Снимай. Шурочка тебе сейчас в миг все залатает. Снимай. Ну, вот. Ну, куда это годится, скажите, на милость. Не могу я на это безобразие смотреть. Что случилось? Ты порадовала ты бабку, девочка моя. Вот даже женихов твоих перед смертью удалось повидать. Да перестань ты. Так, девки. Ну-ка, давайте юбку мерить. Мистер Беркли, мы могли бы поговорить с вами наедине? Мистер Майкл Беркли, и вы тоже. Я не знаю, как вас зовут. Это Мэтью, мой персональный ассистент. Очень приятно, Мэтью. Он не понимает по-русски совсем. Понятно. Что мне непонятно, так это как вы оказались в этой глуши? Почему вас никто не сопровождает по России? Где ваши телохранители, фанатки и эти, как их, фотографы? Почему вы говорите по-русски и откуда вы знаете, как зовут мою бабушку? Окей, I'm really sorry to interrupt. Has somebody died here because the coffin back there? Полина, сейчас все объяснил. Нет. Нет, as in no, nobody has died yet. Матю, dude, shut the fuck up, please. There's a pink-lined coffin in there, babe, and they need some... Okay. Yeah. I'm gonna go check on the driver. Для меня это персональный визит. Частный. Частный. Частный визит. Я прилетел в Россию, дабы... Чтобы. 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 Okay. Чтобы спросить Екатерину... Бабу Катю. Бабу Катю. Бабу Катю. Бабу Катю рецепт ее гусбери варенья. Вы специально прилетели из Голливуда, чтобы спросить мою бабушку, как варить ее гуся? Какой гус? Тот гус? Нет, 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 нет гус. Гусбери. Гусбери jam. Бабу Катю. Варенья. Бабу Катю. Бабу Катю. Бабу Катю. Бабу Катю, ну неужели ты не помнишь, какое-то варенье теть Лизе в Америку посылала? Ну откуда же мне помнить такое год назад было? Приезжала Лизка в сыне свою. Это та ягода. Не люблю я его, знаешь, толстый такой. Гусбери. Крыжовник. Ну конечно, я же Лизки этого царского, две баночки-то положила. Если вы великодушно, позволите, я запишу рецепт. Я вам заплату. Доктор Человек, да не знаю я никакого рецепта, я на глазок варю. Мишенька, ну мне сейчас прям ну совсем некогда этим заниматься. Ну помирать я собираюсь, но не до варенья мне. Давай-ка, Шура, принеси мне сарафан в сундуке там. Так я понимаю, мужчина из-за варенья расстроился. Мистер Беркли, буквально на одну секунду. Бабу Катю, выручай. А то так от меня все женихи разбегутся. Полиночка, ну мне же некогда. Ну вот скоро гости соберутся, а у меня ничего не готово. А я сама все сделаю. Ты только скажи, что надо, а я все сделаю. А то потеряю мужика-то. Why aren't you fixing it? А, no fix, no fix. It break. Я позвонил. Они привезут, я починю. What are you talking about? Tell them to send another car, okay? We have to get out of here. А? Another car. Another fucking car. No, no. Только этот кар. Нет другой кар в отеле, только этот кар. Хочешь конфетку? Сосательная. Thank you. Вот, ягоду собирай, не крупную и не мелкую, а своему американцу скажи, чтобы свежих вишневых листьев насобирал. Оленька, а для тебя у меня особое поручение есть. Между прочим, я это сделала для вас. Мне показалось, если человек проделал такую дорогу, то это будет несправедливо, если он уедет отсюда с пустыми руками. Дорогая Полина, это обзор. Гусбереврение нужно готовить много часов. У меня не так много времени. Сейчас придет Матю и мы поедем в рапорт. О, ваш Матю идет, а не едет. О, ваш Матю идет, а не едет. Кто знает, он сказал, кве-че-ру. Да, это значит, что мы здесь до вечера, до вечера. Ты получил рецепт? Нет! Пока еще нет, но у него есть все шансы. У меня есть поручение, но я скоро вернусь и тоже вам помогу. Вам все равно до вечера делать нечего. Вкус ты там, слева за домом. Что происходит? Вы будете уйти в доме? Вы будете уйти в доме до сих пор, пока вы узнаете здесь. Что с этим сезон? Не даже не скажу. Я не знаю, что я. добрый день вы не подскажете где я могу найти отца ленте в огороде он там у себя он да у него там спасибо вам Екатерины внучка хоронить ее приехала не уж то померла собирается только простите простите вы отец ленте а я подумал кто-то из наших деревенских если ты дочка церковь посмотреть то она закрыта реставрации у нас девяносто девятого года да нет я к вам я от бабы кати внучка полина он как никак беда какая приключилась с Екатериной Семеновной нет 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 это она меня к вам прислала по одному делу это ж какое такое дело у нее может быть ко мне баба кати твоя особой набережностью никогда вы понимаете дело в том что сегодня бабушка решила провести репетицию своей панихиды так вот она послала меня спросить не согласитесь ли вы отец леонтий я не знаю как это называется она хотела бы услышать как по ней будут читать эти последования наверное где же это видано чтобы последование читали по живому человеку совсем Екатерина Семеновна из ума выжила многохульствует прости господи и дай бог еще выдумает когда ей приставить нет 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 баба кати просто хочет сама услышать как это будет проходить разрешительную молитву читают только единожды и только над телом умершего таинство это таинство и богослужение вот когда умрет тогда и приду так и передай внимание правильный ответ я не получил ни одного из этих звонков я скажу что репетиция здесь не существует не существует не существует нет 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 есть один умершего сетка и я полностью на top of it okay what i want to know is where the hell are you guys are you serious you should have flown with us okay you should have you should have flown with us all right why am i the only responsible person here that was rhetorical okay okay just call us when you get to the town we'll be at the hotel waiting for you shmucks я забыл такое холодный надеюсь баба кача простит меня благодушно за это яблоко ваш чехос и русский иногда ставит меня в тупик из этого варенье не сваришь вы наверное как человек далекий от физического труда что-то не так делаете колется зараза ладно сейчас вы великодушно позвольте да ешьте вы эти яблоки великодушно я придумала смотрите вы становитесь на ветром и держите ветку вот так да а я буду собирать у меня ты что ж так льешь что ой-ой-ой иди сюда садись сидеть Не ори на собаку. Слушай, есть вещи, которые невозможно получить, даже если вы селебратики. Варенье вашей бабушки — это такая вещь. Ну, это всего лишь варенье. Взял ягоду, засыпал сахаром и, чего не знаешь, интернет едет. Дорогая Полина, когда я еще не был известным актором, я научился оценить маленькие радости жизни. Например, я люблю утром пить чашку кофе и чтобы пить тост, и масло, и джам. Могу открыть маленький секрет. У меня шеф-диплом. Шеф? Шеф-повар, что ли? Вы учились на повара? Да, это моя страсть. То есть вы так любите себя и свой завтрак, что приехали в такую глушь? Нет, Полина. Я ценю юнитность. Уникальность? Да, уникальность. Я готов ехать за этим куда угодно. Это самодур? Нет. Не самодур. Я боюсь животных, окей? Особенно маленьких животных. Вы чего разорались-то на всю Ивановскую? Майкл, упал вкус крыжовника, весь в колючках. Я не знаю, как его вытащить. Ну, вы прям как дети малые, ей-богу. Ему ж надо холодной водой полить. Кого, Майкл? Крыжовник полей, он не будет колоться. Я не знаю, что вы просто дай в городе. Я вернусь. Я сейчас не вернусь. Я уже вернусь. Я иду, иду. Я же здесь. Я иду. Я иду, иду. Я уже здесь. Я иду. О, мой гад, это машина! Здравствуйте! 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 Я надеюсь, что вы делаете? Здравствуйте! Здравствуйте! Это, скорее всего, стиль жизни. Приятно, что мы оказались в одной компании. Поехали дальше. Ну во! Я же говорю, что придет. Вот пришел. В костюме. Чего? Слушайте. Я смотрю на машину. А машину. А где Юрка? Не мешай. Драйв! А, так что понимать-то? Он твою развалюку приобрести хочет. Так проходи. Садись, закуси, и драйв будет. Садись. И договоритесь. О деле потом. Вон, возьми колдаску. Возьми. На. Спасибо. Спасибо. Петь, кто это мужик-то? Да какая разница? Петь, в компании сидим. Что с твоего Юрки-то толку? Ну, сто баксов за наш лимузин, это, конечно, того. Какой лимузин. Какой лимузин? Твой лимузин. Ты что, сдурил? Я меньше, чем затрясать не отдал. Ну, давай. Поехали. 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 Ну, нежные. Достань мне вон ту бутылку с полки. И культурные какие. Ой. Спирт? Ну, а чего же еще? Давай, заливай. Ой, хорошо. Ну, я ничего не сделала еще, Мишенька. Ой, куда ты бухаешь-то? Ну, ты же мне всю укладку разовратишь. Терпим, 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 мы же мальчики. Значит так, заливаем спиртом. Молодец! Тихо, 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 его иностранцы черпят. И зачем тебе эта Америка? Ну, на кой она тебе сдалась эта Америка? Что тебе там делать, об этой Америки? Гонять чертей по берегу. Так, прекращай это бабкать. Давай записываем дальше. Замазываем тестом. Нет, 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 нет. Мишан, ну у тебя там вся задница в шапахе. Я типа как через трусы-то их достану. Ну, потерпи. Я пойду проверю, высохли у него штаны или нет. Молодец. Спасибо. Уже сухие. Мокрые. Послушайте, Майкл. Мне очень жаль, что так вышло. Я очень извиняюсь. Великодушно, то бишь, прошу простить. Я понимаю, как можно бояться гусь. Это просто большая глупая птица. Вы уверены, что вам все шипы отовсюду вытащили? А то можешь попросить Шурочку продолжить. И что? У меня есть спортивный костюм. Он достаточно свободный на мне. Могу одолжить. Под проценты. Я тебе так скажу. Хорошее у тебя имя. Мать ее. Полезное такое. Вот меня как кличут? Федька. Федька. А его? Кто же Федька? Федор Иванович. Я и говорю. Федька. А ты... Матью. Я бы своего пацана тоже так назвал. Или свояка, например. Он лучше свояка. Если что сделал не так, я ему... Ну ты... Матью. И как бы ничего плохого не сказал. А если порадовал чем? Бутылку принес. Я... Ну ты... Матью. Сомбеди... Фрайс. Черт с тобой. Человек ты хороший. Матью. Забирали будем. Матью. Майки! I got us a ride. Well, it's orange. And it's... Wait a minute. Somebody stole our wheel. Hey, somebody stole... Somebody stole the... How many... of him... А что вы ставились-то? Мужика в кальсонах не видали, что ли? Кружовник я твой в печь поставила, его там еще долго стоять, а ты, значит, так, милок Вот бери мою нерадивую внучку и идите принесите мне молока для блинов Бабка, да я же не умею доить, да и он наверняка тоже Я из-за вашего варенья ничего не успеваю, идите Ой, не было печали, как говорится, черти накачали Устала я прям Вы сказали, что боитесь только маленьких животных, да? Да До сих пор я больших не встречала И теперь я знаю точно, что я их боюсь в любом размере Для меня простите великодушно, но традиционно это делают сударыни Если мы были бы в Америке, то я подала бы на вас в суд Субтитры сделал DimaTorzok Да где это видано, чтоб старух в невестинском хоронили? Кто разрешение дал? Ты речь говорить будешь? Какую речь? Что ты думаешь, я тут бока отлеживаю? Жду, когда поминальные речи говорить будете Ну ты даешь, Бабка, опять же мы тебе поминать будем, если ты жива Мне что для этого, померять надо А шампанское будет? Говорили, будет Да пропади все пропадом Я скажу Так вот, граждане товарищи, что я хочу сказать Соседка Екатерина Семеновна была всегда ответственной Ну наконец-то, вас только за смертью посылали Сплюнь, Катерина, в гробу лежишь, а такое говоришь Александра, ну-ка давай, уже начинай блины готовить Полины же с мешанья пришли А ты ложись, Бабка, от меня нежно черт Полина, я продолжаю Что все это значит? Здравствуйте, товарищи, что я хочу сказать С Катериной Семеновна соседкой была Вы, американцы, свадьбы репетируете, а мы, русские, похороны Вы, можно сказать, начало новой жизни, а мы ее удачное завершение Ведь в районный центр она тоже голосовать не ездила Рапортует Хорсел? Чего хорсел? Это русская древняя традиция Что еще можно сказать о Екатерине Семеновне? Традиция, но не древняя Вы присутствуете при ее, можно сказать, зарождении Я отнесу молоко И проверю, высохла ли ваша одежда Вам, наверное, лучше пройти колодцию и умыться А порой сильно заблуждаться Но заблуждалась она честно Бескомпромиссно От всей души И врожденной принципиальности Как-то помню Приглашал я ее лично На одно наше общественное мероприятие Папа, Кать, ты чего так собираешься лежать? Может, хватит, а? Вылезай давай Видеть не могу этот гроб уже Хочу послушать, что народ скажет А ты, Полина, иди в дом Отнеси молоко Слушайте, вас не дождешься На, выпукать платок Я же блины завела, мне молоко надо Зато, как она работала Как она пела Эту, как ее Я вам так скажу Матфью Матфью, где ты был? Где машина? О, чеха Она не д센о музыка Матфью 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 Матфь Матфью Матфью Матфь Матфь Ти exclusively Матфь 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 Здравствуйте! Я хочу узнать тебя! Что это? Как можно было так много красивых в одной банке? Уже наклюкался, а говорят только на шпиу. Мои заболезнования. Простите, вы здесь двух иностранцев не видели? Здравствуйте! Мои соболезнования. Мои соболезнования. Мои соболезнования. Здравствуйте! Вы извините, что я в такой печальный момент очень сожалею по поводу вашей бабушки. У нас тут... Тебе надо почаще приезжать. Небольшая накладочка. Мужики так и сыпятся. Администрация приносит вам свои извинения и готова предоставить неделю бесплатного проживания нашей гостинице. Нью-Йорк! Нет, здесь. Здесь останемся. Скорее всего. Он твой красавец. Ноу-Нью-Йорк. Ноу-Нью-Йорк. Здесь. Да нет, Шурочка. Он принадлежит миллионам. Майкл! Молодя, прекрасно. Вы уже здесь. Бесси, я уже объяснял. У нас произошла небольшая накладка. Это неважно. Мы все чески вам видим. Но я еще не сказал. О накладке. Вы понимаете? Деталь будет только завтра утром. В 10 утра обещали привезти. Часа за два я управлюсь. Так что в 12 мы можем выехать. Did you say завтра? Like, tomorrow? What the hell are you talking about? That is completely out of the question. Так. Ну? А, вы тут сами разбирайтесь. Поллина, скажи ему. I don't care what they have to do to get us out of here, but здесь нет hotel. This is a little village. Мы не можем здесь оставаться. This... This... This is nonsense. Хотите конфетку? Видимо, вам не суждено уехать без рецепта, Майкл. Что вы хотите сказать? Я не понимаю. Ну, крыжовник должен простоять в печи всю ночь. И только на утро его можно будет варить. При сложившемся положении дел у вас все-таки есть все шансы. Да. И к тому же ваш ассистент уже решил, где он заночует. АПЛОДИСМЕНТЫ Эх Connie 大人 rip Вся покорил, если под нояем, овцы и баны вся. Еще даже и скоты польские, птицы небесные и рыбы морские. Приходящие стези морские. Господи наш, Яко чудное имя Твое по всей земле. Слава иным. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе. Боже, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Покой, Господи, душу усопшей рабы Твоея, Катерины. И ели-ка в житии сем, яко человек согреши. Ты же, яко человека любец Бог. Прости и помилуй. Вечные муки избавят. Из уст твоих младенец, иссущих совершил Иси Хвалу. Вы, люди, очень любят врага. Инсулит. Из уст твоих младенец, иссущих совершил Иси Хвалу. Из уст твоих младенец, иссущих совершил Иси Хвалу. В облаженном успении вечный покой подашь, Господи, усопшей рабе Твоей, Екатерины, и сотвори ей вечную память. Упакойку... Мы все уверены, что она еще не претендовала, да? Упакой, Господи, душу рабе Твоей, новопреставленной Екатерины, и прости ей вся согрешение ее вольное и невольное, и даруй ей Царствие Небесное. Аминь. Я бы вот что хотел сказать. Катерина Семеновна женщина была достойная. Уж наслушались тебя, Василий Иванович. Может, от его речей ты и померла, баба Катя? Не вынесла так сказать? Все-таки по-своему все сделала Екатерина Семеновна. Да уж, своенравная была Катерина. Царствие ей небесное. Я заметил, ты совсем не плачешь. Она была гораздо большей внучкой, чем я. У нее было время полубить и узнать твою бабушку. Но только настоящая внучка баба Катя. Могла заставить меня собирать гузберы и дать корову. Внуча ты племянница. Я плачу обычно по пустякам. А сейчас я все еще не могу в это поверить. У меня была необыкновенная бабушка. Я так поздно это поняла. Я очень извиняюсь, Олина. Очень жаль. Что? Ну, надо говорить, мне очень жаль. Да, мне очень жаль, Полина. Полина. Майкл, мне тоже очень жаль, что вы уезжаете. Без рецепта. Рома, что ты здесь делаешь? Я уже отчаялся, думал, не найду тебя. Зачем ты здесь? Я все объясню. Здрасте. Эй. Дорогая моя, я понял, что я не могу ехать без тебя в Таиланте. Понимаешь? Не могу. Здрасте. Алло, Рома. Мы можем... Покормить я благодарю за вашу помощь. Удачи вам. Рома, здесь не очень удобно говорить. Что ты делаешь? Ты пытаешься защитить меня? Рома-бой, друзья, всегда в проблеме. Что ты думаешь, Рома? Нет. Нет. Я понимаю, что ты злишься на меня. Ну, я хочу тебе сказать, что я собираюсь решить эту проблему. Рома, это не проблема. Это сложившаяся ситуация. Рой, как расходится. Да чего же люди бывают неугомонны? Ой. Ну, не как у нас новый гость? А вы из какой страны будете? Страны? Угу. Я все еще пока ваш земляк, Рома имени Ильича. А вы что, Рома, тоже к нашей Полине приехали, да? Почему тоже? Ко? Ой. У нас тут такой обдук. У нас тут американец был, ну, наполовину нашинский был. Ой, еще наш был такой симпатичный. Что вы говорите? Ну, только нам, деревенским, как обычно, ничего не перепадает. Да вы что? Да. Измельчал, мужик? Угу. Коля такой красоты не замечает. Точно. Ой, а хотите огурчик попробуйте? Сама солила. Попробуйте, они прям на зубу хрустят. Да. Я со смородином на местном солю. Вкусно. Так, может, под огурчик водочки вам? Я за рулем. А надолго вы к нам идете? А как вы с дороги не едете? Куда моя машина? Стой! Стой! Что же такое? Эй, отобойка! Полина! Вернись сейчас же! Сейчас же! Эй, полиция! Машину угнали! Полиция! Полиция! Полина! Здравствуйте! Здравствуйте! Это вы! А я подумал уже! Полина! Я знаю. Вы, наверное, уже проклинаете эту свою идею и мечтаете уехать отсюда как можно скорее. Но если вы найдете в себе силы и останетесь еще на несколько часов, то у вас будет и варенье, и рецепт. Что она сказала? Что еще может быть ошиблась? Полина! А... Бабушка оставила мне инструкцию. Но тут много надо делать на вкус. Пробовать, экспериментировать. Я просто подумала, что вы с вашим опытом смогли бы... Мне показалось, что это важно дать вам знать, что... Но я думаю, что вы уже достаточно не терпелись. И это было бы просто безумием. Я не знаю, что на меня нашло. Простите, что напугала вас. В этом рецепте. Сказано про льгот. Лед? Боюсь, что да. Я не знаю, зачем, но судя по инструкции, нужны горы льда и немного сахара. Полодня. Простите, благодашно. Но нам нужно обратно в правильную. А-а-а! А-а-а! Это за что?! Ну так что же в этом поэтического? Это может показаться странным. Но кулинария учит нас понимать красоту. Смотри. Голубое пламя. Это прекрасно. Ну а вот это. Посмотри, как играет свет на ягодах. Какие краски. Как это красиво. А это? Смотри. Как блестит каждая крупинка. Все эти ингредиенты так великолепны. И когда мы это смешаем, они превратятся во что-то новое. Это смешивает... как... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 с кино сходить? Ни разу. Ты что, думаешь, он там живёт? Ничего я не думаю. И тем более, ничего я не жду. Я лучше пойду поработаю на мешке. Компенсируешь переизбыток соплевого романтизма мужскими видами спорта? Отличная сублимация. Проучи этот негодный мешок. Подождите, ещё вариант. Птицы, птицы. Какие-то это калибри, куры, всякие эти павлины. И побольше павлинов, самое главное. Клоуны будут? Зачем? Эта арена постепенно уходит вниз, а сверху спускается гриф. Ладно, давайте закончим эту тему, пора про стервятника поговорить. Я думаю, наверняка где-нибудь да есть эти дрессированные стервятники. Да никто не тренирует стервятников. Тем более лысоголовых грифов. Татьяна, это обязательно должен быть. Лысоголовый стервятник. Клиент настаивал, чтобы это был лысоголовый орёл. Гриф. Где вы возьмёте в Москве африканского падальщика? Я не понимаю. Да мы можем взять обычного орла и побрить ему голову. Нам нужен стервятник. С воротником и длинной шеей. Ну, воротник наш арт-департамент ему сделает. А шею в графике вытянем. Скажите, а вот в этой сцене, где этот орёл-стервятник по телефону разговаривает, это же компьютерная графика, да? Нет, нет, нет. В бриф прописано, что это должен быть дрессированный стервейник. Простите, а мы можем обсудить цвет штанишек на стервейнике? Иначе мы просто не успеем. Я не понимаю, что мы рекламируем. Зачем нам? Простите, великодушного. Мне очень неудобно прорывать восьмиде. Это же... Я ищу Полину. Копи-райдер. Он что, говорит по-русски? Это очень срочно. Майкл? Полина. Хай. Майкл, вас все равно все слушают. Простите, великодушного. Одну секунду. Вы понимаете, мне дали прекрасный дом и в отель. Но вы знаете, там нет кухни. И я подумал, если у вас есть маленький диванчик для меня, если это, конечно, удобно. Адрес. Девятый диванчик для меня. Спасибо. Спасибо. Девятый диванчик. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...